В Москве на этой неделе спасали колокольню Новодевичьего монастыря. В ночь на понедельник там произошел сильный пожар, загорелись строительные леса. Каков ущерб, неясно до сих пор. На звонницу пока не пускают даже экспертов. Но самое главное непонятно, остались ли в сохранности колокола. Это главная реликвия Новодевичьего. Их звон слышали еще в 17 веке. Наш корреспондент Родион Маренчев провел свое предварительное расследование. Вот так сейчас выглядит колокольня Новодевичьего монастыря. Отсюда с земли хорошо заметно, как деформирован купол. Колокола находятся чуть ниже в третьем и в пятом ярусах. В каком состоянии колокола будет известно уже через несколько дней, когда снимут сгоревшие строительные леса. Но, впрочем, Министерство культуры уже заявили, что ущерб незначительный. Поверить в это трудно. Что может уцелеть при таком пламени? Ночной пожар был виден за несколько километров. Огонь удалось потушить только через три часа. Часовые любви на неглины стоят. Одно из самых узнаваемых мест в Москве. Именно возле этой колокольни встречаются главные герои фильма «Покровские ворота». Часовые любви у Покровских не спят. Основанный почти 500 лет назад, Новодевичий устоял при коммунистах. А в 2004-м включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно ценные бронзовые колокола, вокруг которых как раз и полыхал огонь. Всего их 13, в том числе три больших. Один был атлет при царе Алексея Михайловича, два при царевне Софьи. Таких наборов в России можно пересчитать по пальцам одной руки. Там колокола практически все отлиты в 17 веке. И, наверное, удивительно для такого места в Москве, центрального места, что даже в советское время колокольный звон на Новодевичьем монастыре не прекращался. Для профессиональных звонарей колокола Новодевичьего – это примерно как для музыкантов скрипка страдивари. Их звон – многовековая традиция. В московской школе звонарей даже учат по канонам, которые выработаны на знаменитой колокольне. Если колокол треснут слегка, то некоторые трещины бывают не опасны для колокольного звука или подлежат восстановлению. Но если колокол сгорел, то, как правило, это действительно безвозвратная утеря вот этого памятника. Константин Мишуровский – один из главных звонарей московского Кремля, но свои альмаматор считает именно колокольню Новодевичьего. Звонарному мастерству он учился здесь, так что каждый колокол почти как родственник. Пока к ним закрыт доступ, пытаемся осмотреть их с длинного фокуса. То, что я вижу, меня немножко обнадеживает, потому что я вижу колокол Никифора Баранова, вернее, край этого колокола большого, весом 4 тонны. И я вижу, что даже сетка строительных лесов на месте не пострадала. Практически не пострадали даже деревянные балки, на которых они подвешены. Естественно, что если не пострадало дерево, которое загорается при гораздо меньшей температуре, то металл, бронза колокольная, которая при очень высокой температуре может только быть как-то повреждена, она тоже пострадать просто физически не могла. Несмотря на оптимизм московской епархии и Минкульта, некоторые сомнения все-таки есть. Да, бронза плавится при температуре больше тысячи градусов, дерево горит при трехстах. Однако металл так или иначе реагирует на нагревание. Даже если он нагревается не до температуры плавления, оно все равно взаимодействует с кислородом, который окисляет любой металл, за исключением золота. Съедается поверхность его. Да, если это несколько минут, это в микронах измеряется. Если это многие-многие часы, это измеряется уже в миллиметрах, а то и сантиметрах. Три часа – это несколько миллиметров вполне возможно. Для нескольких очагов загорания от тех конструкций, которые мы пострадали, окружали саму колокольню. Когда очагов несколько, это похоже на поджог. Следователи заговорили об этом сразу. На колокольне как раз только что позолотили купол. Может быть, кто-то украл золото, а потом уничтожил следы преступления? Но ведь монастырь круглосуточно охраняется, и проделать это было бы довольно сложно. Так что основные версии – неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Реставраторы использовали тепловые пушки для того, чтобы стены быстрее сохли. Электрооборудование было полностью обесточено. Основной объем золотных работ был закончен неделю назад. Золото сусальным очень вреден. Резкий перепад температур, и пушки были отключены. Один из главных вопросов – почему у нас до сих пор используются леса, которые горят? По правилам, вот эти все деревянные подмасти должны были быть пропитаны раствором, который не позволял им загораться. Были ли пропитаны строительные леса на колокольне – неизвестно. Скорее всего, нет. Хотя они были немного сырые, но горение потом, когда поверхность прогрелась, горение уже шло, говорит, с полным ходом. На пропитку одного квадратного метра дерева тратят в среднем 50 рублей. Для крупных строительных компаний сумма вроде бы не такая большая, но все же это увеличение сметы, а значит, дополнительный минус при тендере. Стараются как-то обойти, наверное, это. Ну, обращаются, но не часто. Как мы видим, происходит небольшое вспенивание. Выделяется защитная пленка, которая препятствует распространению пламени. Точный ущерб от пожара не установлен до сих пор. Правда, подрядчик согласился все уладить за свой счет и даже сроки реставрации не увеличивать. Так что работы на колокольне должны завершиться осени. Родион Мариничев, Надежда Уткина, Николай Савчин и Евгений Сембиряков. Программа «Вместе. Россия. Москва». Вообще, с начала года в России это уже третий крупный пожар. В конце января в Москве сгорела библиотека Института научной информации по общественным наукам. Пострадавших, как и на этот раз, не было. Но вот ущерб оказался огромен. Уничтожено без малого 6 миллионов книг. Половина из них – редкие издания. И трагедия прошлой недели. В Казани сгорел торговый центр «Адмирал». 17 человек погибло. Пострадали более 70. Двое до сих пор считаются пропавшими без вести. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Нарушение правил пожарной безопасности, проще говоря, халатность. И превышение должностных полномочий. Общее число фигурантов этого дела – 11 человек. В этом списке и собственник торгового центра, мультимиллиардер Алексей Семин. Сейчас он фактически скрывается во Франции. Оттуда комментирует интерес к своей персоне. Готов сотрудничать со следствием. Но приезжать в Россию для дачи показаний пока не собирается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова